Сегодня мы в гостях у легендарной группы оргазма стокдамуса, точнее у ее участников, которые остались в живых. Как вы считаете, был ли когда-либо девиз у вашей группы? Как-то вы его регламентировали, что-то такое было у вас? Мы были раздолбаи, какие девизы мы начинали абсолютно не всерьез, не мечтали. Был девиз, был! По хуй на хуй! Это был наш девиз! По хуй на хуй! Это вот именно то, вот если говорить о дивизии, он был примерно такого плана. Собственно, не противоречит этот девиз тому, чему я сказал. Он не противоречил тому, что мы делали, в принципе. Я, по сути, группу сделал Александр Владимирович и Егорик, барабанщик, появилась музыка, появилась группа. Ты про угла не забудь ничего. Я имею в виду музыку. Там и весело все дополнили. Угол сказал так. Его когда спросили, что вторично, музыка или текста? Что угол сказал? Конечно, музыка. Он сказал, текста первичны, музыка вторична. Поэтому то, что Алла делал творчество, то, что он вознес нас куда-то выше, да, по мнению угла это было как будто это так ни при чем. А я считаю, что вот, например, музыка, она рулит. Веселые ребята, их специально убивали, там, я не знаю, там есть много тем таких красивых, которые реально, вот музыка, она слова вытягивала, а сами по себе слова, текст, они были, ну, такие, они вялые были. Ну, надо признаться, угла, ну, как у любого поэта, не все текста удачные. Был, был кукольный театр. Ногда приходилось добивать, докомплектовывать альбом такими, ну, мягко скажем, слабоватыми темами. Какие вы считаете самыми удачными? Неудачные. Для меня человеческий светлячок и весь эстетический терроризм. Для меня неудачные гиперболические черви, вот однозначно. Вот эта песня, потому что угол вытащил эту песню на фестиваль, на который мы должны себя были проявить, и он вытащил вот эти тупые свои философские темы, блин, туда. Не, чтобы сыграть по-человечески. Они не тупые. Веселые ребята, их специально убивали, блин. Синька меня породила, там, синька меня убьет, там. Вот, вот это веселуха, короче. Веселуха была первый фестиваль дальневосточный. Насколько я помню, 13-й был дальневосточный фестиваль. Мы вышли, когда со своими хитами, мы три хита спели. Три хита испортили, короче, уже никакие были. Сила пьянства беспробудного на сцене. Сила беспробудного пьянства, короче. И, как бы, дальше мы шагали на угол. Всегда пытался, вот, философскую фишку втянуть в любое выступление. То есть, три хита, одна обязательно заумная тема, короче. Вот. И надо сказать, да, вот эти темы, они... И они, эти темы, они обрели, да, свой круг. Тогда, пожалуйста, это очень любопытно. Часто выступали все вместе нетрезвые? Такое было, что песни там были не трезвые. Не трезвые. А, ну, совсем все... Не трезвые. Всегда. Вот кто-нибудь один был трезвый. Всегда. Выступали, чтобы кто-то один был трезвый. Всегда. Ну, надо сказать, что вот Егор среди нас... Егорик, барабанщик... Он, да, он, он, как бы... Он старался не пить. Он музыкант. Он музыкант с большим... Я, например, старался не пить, потому что я считал, что, как бы, если я буханул, он плохо сыграет. Александр Владимирович считал должным напиться. А он всегда бухал. Этот, сука, всегда бухал, блин. Ну, знаете, я вот... Сейчас очень много видео всплывает с давних концертов. Очень обидно, что пьяные рылы. Не, ну, да, да, обидно, но в целом народу казалось, что все нормально. Как ни странно. Когда переслушиваешь, понимаешь, какая-то каша. Как вы относитесь к своим поклонникам? К поклонникам вашего творчества? Офигенно. Вообще, вот для меня, например, можно я скажу, Леонид Иридович? Для меня поклонники это показатель того, что мы не зря старались. Вот вообще, вот поклонники, мы вас любим. Мы вас уважаем. И поклонницы тоже, конечно. Но я имел в виду, что это вы все, но поклонницы, если выделять, да. Мы любим. Я отношусь доброжелательно. Единственное, года два назад я открыл в группе по оргазму астрономства ВКонтакте тему. Ответил на порядка тысячи вопросов в течение года. И теперь отсылаю всех фанатов с вопросами вот к этой ветке и как бы избавился. А так, в целом, если какие-то новые, интересные вопросы люди хотят узнать, которые ранее мне не задавались, я всегда на них отвечу. Ну, ВКонтакте, наверное. Ну, ты поняла. То есть, ты пока задаешь те вопросы, которые ему все задавали, и они есть на этой ветке. Спасибо тебе большое. И там админ, кстати. А я админ еще там, охуенно. И вот такой такой вопрос. Кукольный театр сгорел. И куклы тоже сгорели нахуй. А все потому, что сторож Маркел косяк заданул и куклу трахнул. Хорошо. Ну, вот такой не очень приятный вопрос. На тот момент, когда была смерть угла, вы считаете, что это был пик творчества группы? Или что все же дальше все могло произойти? Конечно, пик. Это не пик, это взлет. Когда я увидел, что на концерте Пургена порядка, ну, 500-800 человек пляшут под оргазм Астрадамуса, а я уже тогда не играл, я жил в Москве, и как бы всегда посещал концерты, естественно, по приезду их в Москву, когда эстакада скакала на ушах, я понял, что у угла есть запас. Это его взлет, это вот новый коллектив, продолжение имеет место быть даже без Абы на старом материале, тем более там на новый еще у него было полно текстов, но мне кажется, он вовремя ушел. Жалко, жалко, что на пике он был не без тщеславия, как все мы. Он вовремя ушел. Он не хапнул того, чего хотел. И слава богу. И слава богу, под конец жизни он стал заложником своего образа, вот этого рубахи мегахомизии, синяка братишки. Ему стало тяжело это нести. Он часто жаловался после концертов о том, как это его тянет. С одной стороны, его все устраивало. Он хотел стадионы, но он не понимал, как это сделать. Стадионы громко, кто бы его на стадионах пустил. И он не дошел до стадионов буквально, ну, год-два, и был бы стадион ему. Ну, он сам не вывез, короче. Он слишком популярность, он воспринял на себя так, что он позволил фанатам, короче, воздействовать на его жизнь. А этого было делать нельзя. А ему не нравилось очень сильно, он хотел это избежать. А он, да. Он страдал от того, что его считают вот этим самым. Это отождествляет его с героями текстов и песен, которые мало общего имели с ним. Ну, то есть, сторож Маркелл, он же не сторож Маркелл. Я повторюсь, повторю и буду повторять это каждый раз, что угол был человеком со знаком плюс. Когда рядом с ним находились, все ржали, все смеялись, получали море позитива. В нем не было этого мрачника. Нет. Совсем не было, то есть напрочь не было. То, что считается панк-рок, это, блядь, деградация, там, дегенерация. Это сложившийся образ из мега-ханыги какого-то священного засранца и, я не знаю, там, ну, много чего. Он давил у него. Если бы угол был вот сейчас, вот же, за кого бы он прогрессовал в плане политики? Он был абсолютно аполитичный. Абсолютно. Он ненавидел политику. Он всегда говорил, он против. Он бы ненавидел и Навального, и Путина. Я стопудово уверен. Он даже ненавидел, он не мог ненавидеть. Он был настолько добр и светел, что он не мог ненавидеть. Но ему было бы все перпендикулярно, параллельно. Мы из себя представляем антиэлиту. Антиэлита из себя представляет маргиналов и преступников. Вернемся к тому, что не могло бы его быть. Ему было вот столько отведено. Он все сделал, все написал и как бы все. Сейчас, в данном времени, творчество оргазма Настрадамуса, оно бы было, ну, как говорится, неактуально, мягко говоря, что ли. А вот в те времена все было актуально. Как бы сейчас все это преобразовалось, неизвестно. Так же, как Ленинград, он начинает выпускать клипы, там, сиськи, там, письки. Вот это круто, вот это любит наш народ. А то, что было тогда, тогда все хотели заявить о себе. Сейчас я даже не представляю, сейчас такая ситуация, что вот творчество угла, синька меня породила, синька меня убьет на стадионе, спеть такое, ну, я не знаю. А было время, было, 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 было время, с саными тряпками со сцены нас гоняли. Ну? А, день, 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 день города. Ну, вот я про то икру. Нам, нам выключили музыку и финками, и охрана нас вылупила, а под штанами ничего не было. Я был готов на последние песни. А, так, дивизионизма на три тысячи народу, голова Ленина. Ну, молодость, это все, ну... Ну, это приятно, да. Это было очень офигенно, короче, нормально. Скажите, один из наших юных зрителей спросил, мог бы угол быть королем Абрыганов, или как вы бы его назвали? А он и так король Абрыганов. Может быть, вы можете... А что такое Абрыган? Абрыган это... Говнопанки, мы о них говорим, да? Говнопанки, да, это? Да, может быть, его так назвать. Или все же он был на более высоком уровне? Нет, этот уровень, вот именно, вот, нормальный, вот, все нормально. Бля, это стопудово, это наше, короче, наши пацаны. Чем он не мотивировал каждый раз? А потому что каждый Абрыган, это наш человек, в принципе, всегда было так. Батарейка, мать родная. Там или Чава, или чуваки, или Абрыган, или нормальный человек. Ну, мы не росли на Рублевке, да. Не, Абрыган это, мы уважаем молодежь, он всегда поддерживал. За всех это не говорим. Ну, я про него говорю, не за всех. Ты-то, конечно, наверное, против. Хорошо, в чем вы считаете, по вашему мнению, была уникальность группы, в данный момент существует, и как она выражалась? Именно в чем уникальность группы, в данный момент существует? Это симбиоз, вот я, можно первый скажу? Можно. Я более чем уверен, симбиоз гениальных текстов, углахи, с хорошей, талантливой музыкой. Ну, и при нашем таком посильном участии мы тоже кое-что сделали, наверное. Ну, так, водки покупали у Лутов иногда, там, что мы еще? Архипа от похмелья, дошираком отпаивали. Отпаивали, да, вот когда, вот, какой тринадцатый, вот этот Дневосточный фестиваль, да, сколько, сука, Архипу пришлось? Полбутылки водки скорми, чтобы на сцену вылез. Вот такая болезнь была у человека. Сопился бы он, да. Кому-то героин надо, а кому-то полбутылки водки. Каждому свое. Каждому свое. И вот он полбутылки выпивал, выходил на сцену и лобал. А то, что там угол не попадал, там, в аккорды, это его дела. Мы тут ни при чем. Мы играли, мы пытались играть, все нормально там. Но, тем не менее, диплом за открытие года дали нам все-таки. Открытие года. Открытие года в дипломе написано, группе оргазма Астрадамуса в лице, там, Алексея Фишева. Это открытие года, в чем проявились открытие года, там, роспись, там, как, Визанкин, там, Визанкин, короче. Общественные деятели, как Визанкин. И это было, да, для нас это было круче, выше неба, короче. Итак, раз вы в экстазе, а теперь испытаем оргазм вместе с Настрадамусом. Оргаз Настрадамуса на нашу сцену поднимается, мы приветствуем их своими воплями, своими криками громче, громче. Здравствуй, мой город, Буглоград. Уголов! Давай, уголов! Ну-ка, печалые ребята, печалые! Как появилась идея создать московский состав группы? Не было такой идеи, не было московского состава. Я уже не в курсе, короче. А, кстати, вот я могу по этому поводу сказать абсолютно точно. В смысле, и все, я свободен, да? Ну ты посиди, 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 брат. Ну-ка, расскажи, расскажи, кому. Не суетись. Вот, после смерти Архипа, ну это же был шок, но двигаться надо было дальше. Там популярность-то вроде никуда не делась. Отвели поминальники, поминальные концерты, всегда были у оргазма сессионные музыканты, которые могли подменить, которые знали темы. Бабло захотелось нахать. Да, мне. Было решено вообще перебираться углу сюда. Жить он остался у меня до весны, зимы до весны. Вот, ну и, собственно, с целью наш московский продюсер Митя Кожевников, он подсуетился и собрал очень хороших над упором музыкантов. Фамилии не рассказывают лишние. Да почему их все знают? Это из безумных усилий совершенно потрясающий, бешеный, безумный барабанщик. Володя Мучнов. Сейчас московский состав был сформирован осенью здесь, с третьего года, с целью, ну, такого продолжения деятельности группы. В него вошли совершенно потрясающие отвязанные парни из группы «Галген» и барабанщики с безумных усилий, Володя Мучнов. Все это им вкатывало, были проведены, ну, 5-6, да каких 5-3, наверное, 3-4 репетиции на Тульской для участия в концерте в эстакаде, который стал, как оказалось, последним. Ну, в эстакаде немного лажанули, но все равно было хорошо, так тяжело все сыграно. Собственно, его целью было создание, продолжение творчества. Как относился он к коммерции, как вы в целом? В определенный момент, в начале 90-х мы, как все юноши-максималисты, начали отвергать буржуйство, стяжательство, накопительство, институт семьи и государства, мещанство, ну, в том числе. Естественно, это все такая была юношеская игра. Мы были воспитаны бессеребрянниками в советском обществе. Нам долбили в голову, что все общее, все люди хорошие, человек человеку брат. И тут бахнули, ну, известные события 90-х годов. И человек оказался человеку волк, да? Ну, не все всем. Мы нашли себя в своей нише, нам было хорошо. У нас был свой круг общения. И коммерция была совершенно лишняя в этом. Она только помешала. Нам помогали люди, которые сочувствовали, соболезновали нам, которые имели, ну, какой-то свободные, какие-то свободные деньги там и прочее. А мы в это не лезли и не занимались. То есть, нигде особо не работали. Ну, угол, да, кстати, пытался? Угол никогда не... А, он на пивной фабрике работал. Он говорит, как бродилочка, живое пиво. То есть, попытки трудоустройства все-таки были в углу? Ну, да, были, потому что, ну, родители... ОССР, как я работал пивоваром. У нас же родители, это были родители, рожденные в СССР. Как это, человек, не работать? Как это? Такого не было. Не все... В 90-х все поменялось. Как могли все пытались что-то делать, что-то зарабатывать. А угол, да, кстати, он-то очень серьезно относился к трудовой деятельности. У него даже в трудовой книжке стаж, наверное, лет 5, наверное, был, да? Ну, может быть, он работал внештатно в газете, где большинство статей, которые он писал сам про себя, кстати, я открою небольшой секрет, под псевдонимом Василий Форточкин, по-моему. Форточкин, да. И еще кто-то там, у него... Была фишка, ага. Коммерции нет. Это противоречило нашим мировоззрением тогда. Ну, да, коммерция не канала. То есть, барыжничество, это было плохо. То есть, коммерция на тот момент, это было барыжничество. Купил здесь, продал там. Вот и все. Если кто-то этим занимался, об этом не афишировалось и делалось без активного участия прессы. Часто ли вы ссорились, например, вот расскажите? Ну, так, чтобы прямо ушло, и это... Нет, не, не, ну, у нас как-то... Мы вообще вот, ну, и простые сибирские пацаны, что нам ссориться, нам делить было нечего. Мы не могли вот рассориться и за бабла там, и за чего. Общее дело, идея, от которой всем было хорошо. Мы ссорились, когда я, допустим, сигареткой не угостил его, да, там. А он знал, что у меня есть сигаретка. А даже такого не было, чтобы я не угостил сигаретки, если у меня были сигареты, грубо говоря. Я даже не представляю. Я не... Увалировал вот. Я не помню вот вообще вот моментов, чтобы мы жестко поссорились. Вот в плане творчества именно, не в моральном, а именно в плане творчества. В творчестве было, спорили, спорили, говорили, что... Но все решал Ава. Будет так. Шаг влево, шаг влево, шаг влево, айнтвайн. Именно он, вот эта вот его позиция создала группу. Ава разрешал, разрешал только шаг влево, шаг вправо. Два шага влево или вправо было нельзя. В данном случае две ноты, влево или вправо. То есть, допустим, он мне говорит тему. На басухе говорит три аккорда. Точнее, пум-пум-пум я должен играть. А я возьму там, пум-пум-пум-пум, там что-нибудь сделаю. Он такой смотрит... Выдумщик. Выдумщик. Ну, ладно. Черт с собой, короче. Айнора сам подскажет, как получше выдумать. Ну, а так он всегда был жестким таким. вот играет так 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 вот и до такие горе короче много здесь здесь не лебези здесь играй нормально стучи короче так ты был ты ты короче не это самое раньше времени не залезать я я сам все решил зомби короче ты понял альбомы он писал потому что но за за и за зомби так ваших парон у меня выдергивал басуху и писал песни он орал на меня он говорил что я вообще мог бы быть лучшим музыкантом чем ему хотелось бы но еще хочу сказать одно самое главное я желаю своим кентам благополучия а врагам желаю покалить друзей мы все поняли были ли у вас враги какие-то да 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 это были гофлики ауе и против буду короче которая вообще не приветствовала наше творчество нет 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 мы я встречаю встречаю их существовали довольно мирно до определенного времени с братвой с местной выросли все же ну такое мы жили как бы наверху в каменных домах внизу внизу началась гетто деревянных домов батарейка такая и мы так или иначе контрактировали контактировали с ними были какие-то такие но пола такие острые углы моменты постоянно одному один выхватил люлей другой там третий но вот прям вражды такой это мы сидели все вместе пиар или наши песни еще до оргазма братва подходила и с нами сидели они на корточках сидели с нами и говорили пацаны круто там вообще мы мы вас любим короче много великих которая была близка братве но потом потом когда мы уже папа пошли ну как в рост не в ростом когда начали гастроли потом уже мы уже конечно во дворе не сидели на гитарках но я не знаю музыканты это дорога свои 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 хотели докопаться выхватить где-то в другом районе города я не знаю я в своем районе города напротив подъезда тоже выхватывал вешайтесь и режьте вены и до талого бухайте мы не в рио джанейро нас насрали в подлограде скажите меня вас ли от ваше отношение к собственному творчеству течение времени мое отношение к нашему творчеству было сугубо позитивно в том плане что мне нравилось это творчество это было интересно это было не ординарно это было и супер люди вообще за вами тянулись и мне всегда заставляло удовольствие играть вот как бы и чувствовать что люди нас поддерживают вот в это в этом плане как бы мое отношение никогда не менялась я считаю что мы все сделали правильно мы все сделали как могли как умели но в принципе вот что получилось то получилось я не считаю это своим творчеством это скорее всего творчество угла и александр владимирович архипова да мы были некими там дополнением обоями нет мое отношение к тому что мы делали скажешь ты жалею не жалею о том что мы делали нет нет это молодость это драйв азарт концерты но угол затрагивал очень много скажем так запретных и может быть ненужных тем и по сути был добрым и человеком но со знаком плюс он нес в толпу совсем не то что хотелось бы я считаю что мы сделали очень много лишнего много лишнего это громко сказано конечно сделано было то что было сделано и лишнее это было то что людям нравилось наше творчество ну скорее всего вот это было много лишнего я не про это я не про это говорю многое что сделали сейчас неприемлемо по-прежнему в машине лежит эстетический терроризм единственное неповторимое его слушаю когда мне хорошо иногда когда мне плохо у меня всегда в машине лежит восхождение к безумию альбомчик обожаю вообще веса руки да синька меня породила синька меня я убил ноги виллы топоры не не люблю когда не прет короче это как раз было весело то что перечислил это было весело помним о других я помню такой случай когда александр владимирович услышав до архипов услышав новый текст угла как она христа зачала и кончала ли сначала всем известную он ее отказывался долго у него крестик был на он не мог это принять я вот об этом слишком много добавлялись и трогали скажем непостижимое и вечное чего делать это было максимально мы были все мы шопенгауэра читали вот и это про угла это не про меня это углу так сказали канал за умничал где-то там в трамвае короче прореху застигли шопенгауэр там понесло его чудо нам на философию вот философия закончилась на проехи а тогда это было круто мы мы считаем что мы все правильно делали моя поэзия проповедует человека ненавистничество эгоизм и концептуальный панк примитивизм который была воспитана вашей группой является на деградации и наоборот саморазвитием вот такой вопрос это очень такой больной для меня вопрос это как раз вопрос вопрос а а лишним детям такого развития я бы с радостью отмел часть творчества потому что его воспринимают за чистую монету для нас это было да причем действительно более запредельно ненавижу это публичные такие народные темы безобидные абсолютно близкие людям я про другие как раз вот об этом запредельном не стоило бы но бы бы не стоило бы его трогать и вот это вот восприятие молодежи вот это вот этого чернухи то что мы несли волей-неволей вот для нас это была игра да это не было это жизнь мрачным и он любил жизнь этим все сказано я бы хотел им сказать не воспринимайте все за чистую монету слушайте музыку вникать и в текст и если вам это надо самое не зацикливайтесь на этом и слушайте разную музыку я я бы добавил короче то что вот допустим те же веселые ребята да там их специально убивали там вот есть какие-то темы да но они все были косвенные они не были напрямую направлены на определенного контингент людей это просто был голос короче сибири там я не знаю там голос молодым молодежи там вот нам хотелось отрываться нам хотелось перемен тогда вот именно в тот момент вот помните ей центром коммунизм рог чистой воды там вот это вот вот это вот метание молодежи куда чего вот дайте нам чай дайте на свободы вот она свобода мы восприняли так как мы это невозможно сейчас представить сейчас этого нету у нас проспект победы мемориал победе естественно стоит это вообще кстати факт хороший мы очень долго еще тогда не было емейлов был этот как он вернет не было ничего осики только появилась мы переписывались эфистолярным жанром я очень много писем может быть когда-нибудь их опубликуя от угла и соответственно я ему писал в ответ с переписывались на года два-три пока не появилась и mail интернет и все сообщение закончено и пока все угол не переехал но я что хочу сказать все мои письма ну и равно как другие приходящие уже вскрывались и опускались углу вскрытыми потому что они четко понимали что этот человек влияет на умы на молодые влияет на массы пусть не на тысячи но залы вануденские смотри сейчас никакого контроля тогда было вот именно вот это воздух свободы вот вот который вот повеял в девяностых там все можно все может и даже материться можно да можно материться на сцене да вот и письки короче все был и мы поперли сейчас такого невозможно сейчас протеста не тоже вот тогда был если ты протест 3 либерал если либерал ты против существующей власти и все причесывается к тому что ты против режима короче мы сами а те кто против режима в тюрьму короче было не против режима не протест против самих себя короче был протест что люди они уникальны они кайфовые вообще вот можно мечтать и сделать мечту вот вот у нас на коленках без денег без всего просто собрать хлам сделать группу и тащиться от этого и это как неважно же собираюсь есть такое понятие американская мечта там любой человек снизу может стать миллионером наша русская мечта была такая вот я считал что наша мечта была такая что заниматься своим любимым делом именно и чтобы это дело приносило какую-то возможность жить не благоденствовать жить потихонечку об этом очень нужно зарабатывать вот именно нам не надо было жить на гонорары нам не надо было коттеджи нам надо было жить просто хорошо ваше отношение к панку сегодня виделись ли вы какие-нибудь что такое панк сегодня вот у меня вот сначала бы вот этот вопрос я бы получил бы ответ и потом бы я сказал мое отношение не знаю но вот я я помню только лаерский там что еще ленинград но ленинград гражданская оборона умерла ну вот как бы вот какой панк вот я не знаю может быть социальная направленность но это не панк уже это уже не панк мне кажется мне кажется нету панка сейчас не был не был столь категоричным скорее всего это отсутствие у нас с интересной информации да ну может интересно корматься наверняка есть группы не поверю что в россии я очень надеюсь что есть недавно рекомендую гробовая доска да и так еще не слушал сону пару тем послушал мне понравилось появляется все но где-то они где-то это это длится но весь месяц два год два ты ты поиграешь в такой группе да и ты понимаешь что ты не можешь бесконечно денег приносить сюда но это в любом случае вот если ты занимаешься с утра до вечера одним делом ты хочешь чтобы это или тебя кормила и если ты не хочешь чтобы это тебя кормила значит я есть деньги а те у кого есть деньги они панк играть не будут в любом случае ну или будут свое удовольствие где репетиционные там да может быть на хороший гитарка там в подвальчике каком-нибудь я вообще не понимаю что такое красный не понимаю это красный 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 я перестал следить за тяжелой музыкой после оргазма нострадамуса и после я был некоторое время участником студии металлической не не слежу не слушаю и какое было ваше взаимодействие с вообще сцены которые вас окружала какие были у вас друзья кто с вами лучше всего взаимодействовал потому что очень многие ненавидели ну это их проблемы в ламуде в тех лет я даже знаю кто ненавидел все начало просачиваться в начале 90 конце 80 это невозможно было остановить это было то что возникло свое время в америке в лондоне в питере в москве урал сибирь кстати немаловажную роль сыграла сибирь восточная кассеты вот эти записи на кассеты короче вот там это дал мощным плюс западная музыка естественно это это гражданская барона пошла янка короче даже пошла это уже позже но для меня елу допустим не электрик лайкокистра которые а вот и у меня отец слушал эту музыку я еще в шоке был слушал маяковского и елу короче лаерского и сектор газа блин и он сектор газа даже слушал я всегда говорил но сектор газа перебор а мне было там 12 лет наверное когда я слушал сектор газа реально дома на столе бутылка водки и сектор газа по всем колонкам радиотехника 50 ватт олимпия олимп нулевой класс короче и такие бобины вот этому музыку знали вообще у меня это не mp3 это не не в поиске там найти это музыка забаганная